Борзани, Талабани, кстати, для Джалана, для партии Гарам, для всех тех партий, которые вообще в нём приняли участие, потому что старое поколение начинает тут едать молодым. Потому что Борзани не случайно подписался, что его пар не претендует на руководящие роли вот в этом завтрашнем, если он будет в Курдистане. А где деньги? Где те миллиарды и десятки миллиардов долларов, заработанные за время, которое он провёл в качестве президента Курдистана? Мы же недели все. Мы опять встречаемся с очень добрым, словом, разворованным, коррупцией. А одновременно срывается поток экспорта нефти на Турцию в рамках его дружбы с Эрдоганом. Они построены, вряд ли будут построены в ближайшее время, трубопроводные Ираны, и приходится говорить с Багдадом. Ну, Басра единственный экспортный путь, чтобы наполнить карманы в Курской экономике. А для этого надо повысить ставку в диалоге не случайно до референдума. Курдистан направил в Багдад делегацию договариваться о новых условиях распределения доходов от нефти. Чего там будет после референдума? Ему её не приняли. Потому что, естественно, Рабаку страшно обиделся. Но, в целом, это местная, локальная игра на повышение ставок по отделу нефтяных доходов. И чтобы, наконец, электорат, увлечённый референдумом, ну, перестал задавать неприятные вопросы. Причём сразу всем. Всем кланам, которые там... И всё. Ребята это к чему-то в будущем. Ну, мало ли, что к чему приведёт в будущем. Кто ж знал, что к чему-нибудь приведёт ухопший царю Владимира Ильича. И мы будем вспоминать до сего момента, как там была школа Ланжемо и чего там происходило. И Владимир Больфович будет покойнив Владимиру Ильичу предъявлять серьёзные претензии за развал империи. Хотя надо бы Николаю Второму. Не Ленин руководил Россией, но она, когда она начала разваливаться. И в этом плане когда-нибудь может быть... А что, неизвестно, что Курдистан должен быть государством. Ему легенацию обещала. Ну, обещал мне, значит, женился, как говорили в годы моей молодости, в том районе Москвы, где я вырос. И вот так с Курдами и произошло. И с тех пор так, пока и происходит. То есть, военного обострения ожидать не стоит. Знаешь, в отличие от себя, люди, как правило, как бы сказать, тупые, как пробки. Задают мне последние три дня потрясающий вопрос. Скажите, пожалуйста, какое будет значение Курдский референдум иметь для войны на Ближнем Востоке? Я смотрю на эти... С сожалению, Ближний Восток, там, от Атлантики до границ Индии, от Сомали до наших границ. А через Горды, где-то на карте в середине региона. Можно ожидать чего угодно. Скажи, в холерном бараке, в разгар эпидемии, повышение температуры у больного в левом дальнем углу. Как-то сказывается на ситуации, как все вы... Казалось, если бы не от Курки нюансов. Конечно, Курды заинтересованы тем, о чем они просили, довольно долго. Даже нам был банкерезыдлив, чтобы мы вышли к Средиземнему морю и смогли протянуть сами продавать свое нефть. С другой стороны, они говорят американцам, ребята, мы вам воюем. Воюем вам мы. Без нас вам воевать будет тяжело. За то, что мы для вас воюем, что вы нам готовы сделать? С третьей стороны, они говорят о операции. И что вы нас пойдете наказывать? Чем вы нас пойдете наказывать? Когда мы за вас решали все боевые задачи. С четвертой стороны, они говорят всему Ближнему Востоку. А вы чего тут умничаете? Когда суниты побежали, которые не хотели, чтобы их сдолбили исламские государства, вы же шииты их не приняли, и они пошли к нам на территорию Курдистана, и мы их приняли. И мы для них хорошие. А для вас они плохие. И они сейчас все за нас. И получается такой, знаешь, замес. Когда здесь мы, которые приносим мир в этот район, нервничающий Ирак, сильно нервничающий Иран, сильно переживающий Турция, и совершенно сошедший с ума курдистан. Единственная проблема... Это, кстати, краткое изложение тех передач, которые вы слышали от себя по-разному. Ну, да. Нет, проблема не совсем в этом. Картинка не очень соответствует действительности, потому что еще одну ночь я люблю. Но все-таки рассказы восточных людей надо пропускать через некоторую призму. Сначала их умножать на ноль, а потом все, что остается. А проходит через сити, это... Мало чего вам говорят. Мало говорят. Курды держат фронт, правда? Как интересно. Они шагу стараются не ступить за свою территорию, ежели куда вступают, как в Киркук. Это обязательно, значит, там серьезные нефтяные поля. Довольно много курдов. И главная задача зачистить это все от туркоманов, арабов и прочих неприятных им людей. То есть они были, безусловно, объектом геноцида Садана Хусейна, и тут же, после того, как Садана не стало, стали этноцид применять к своим соседям. Без тем, арабора, кому, да, что. Американские десанты, астрасназа там много. Американские целеуказатели для самолетов, американская авиация. И обеспечивает вообще существование в боевых порядках, как в Ираке, как и в Сирии вокруг города Рафа, Курды. Когда есть для этого? Нет. Какие Курды, какие фронта? Более того, а с кем Курды воюют? Курды исламского государства. Бойцов пропускают. И в Масуле пропускали. Вон в провинцию Анбар. Идите и воюйте там с этими противными багдадцами. И туда все и ушли из Масула. И из Раки напрямую к Двери Зору и к нашим ВТС. За что и получили, кстати говоря. Аккуратно, после чего, страшно обиделись, и оказавшись на базе Курдынии, за что? 20-30 километров зона. Ну не 6 же. Ну нам сказали. И они тут же говорят, кто сказал? Они же американцев, как бы сказать по-русски, закладывают. Вот просто вперед, собственно. Ну нам велели. Вот понятно, в Двери Зоре должна быть новая точка, вроде Алеппо, если бы не получилось, или Бенгази. Столица независимой Сирии. Это что, куртская идея? Да нет, американо Франко Бригерин. Эх, к сожалению, должны прервать дозволенные речи, но думаю, как же изменились тысяча и одна ночь с течением времени. Да, наслушать вас можно бесконечно из гигантских долгов. Спасибо, что вы спокоили. А то я, как это часто бывает, люблю восточные сказки. Наслушался куртских слухов и разволновался. А теперь успокоился. Сейчас небольшая реклама, после которой поговорим о том, почему так модно стало пинать русских. Почему сначала разбираются с русским языком, потом, наверное, по мазберу, потом сказать, что тут граждане 2-го усопа. Что это все напоминает? Что вообще произошло? Притом где? Практически по соседям. Реклама потом появилась. Вчера на передаче мы говорили на тему геноцида де-факто, ну или эдноцида, как модно говорит у русских, и ничего из-за тянут крайне. Вот сегодня граждане признало украинские законы оборудования актом геноцида и русского народа. Виквенгрия назвал в подписании закона постыдным и погодным решением. Резент Румынии в знак протеста не уйдет на Украину. Это не просто борьба за язык. У нас перед глазами, например, Прибалтики. Сначала там отменяли русский язык, потом отменяли сами русский. Как не допустить повторения подобной истории на Украине? Почему перечень коренных народов становится политическим актом на Украине? Почему все это терпит? Но Европа, на самом деле, позволяет по отношению к русскому так себя вести? Если речь идет о румынах, венгрии, поляки, то Европа может еще поднять сброс. Но если речь идет о русских, то все может. Почему появляется в сети? Вполне на приличных сайтах. И ни в коем месте кто не собирается их запрывать. Откровенные, ненавистнические тексты, именно посвященные России русскому языку. Как некто Муджабаев, который когда-то работал в московском русском языке, пишет абсолютно омерзительные тексты, смысл, который появлялся русский язык, но это язык морального уродства. Что вообще происходит? То есть русских пытаются поставить в положение изгоев? Вот это русофобия? Мы что, теперь стали евреями или афроамериканцами этого мира, откатившись на много веков назад? Что, теперь все можно? Украине все можно, потому что Россия плохая? Ну, во-первых, я...